рустам васипов взял на себя функции папы римского только папа римский объявлял вероотступниками и призывал остерегаться их и когда если будет возможность придавать анафеме и начать инквизиции но у рустама пока таких возможностей нет он может только объявлять вероотступником и все а кого именно самый важный момент кого именно он называть не осмелился почему он говорит что не хочет делать рекламу но просто вот эту вот это видео где ты не хочешь делать рекламу просмотрела вдвое меньше людей чем мой клип даже если ты сделаешь рекламу количество не увеличится кто узнал тот уже просмотрел так что даже если ты хотел бы делать рекламу она не нужна обычно такие выпады делаются из двух причин если боятся отвечать за свои слова или же из-за высокомерия я не буду какая тут причина высокомерия или боязнь отвечать за свои слова но факт что он объявил кафиром и мунафихом меня и так и так всем понятно он говорит обо мне хотя в этом видео я ничего своего не говорю я просто мне попался вот этот клип мне стало интересно интересно потому что аргументы приведенные там действительно весомые и и у меня не было ничего против поэтому мне захотелось поделиться я перевел и выложил но ответил он такфиром спустя 10 или 11 дней почему я к этому вернусь чуть попозже он удивляется потерянный рамазан как это потерянный рамазан как это надо календарь добавить 13 месяц видимо он это слышит первый раз но этого достаточно чтобы выдать вынести такфир человеку которого он знать не знает с которым он не связался он со мной не связывался хотя у меня все адреса открыты хотя элементарно хотя бы под тем видео мог бы написать мне комал ты ошибаешься это дело кафера это дело мунафихов хотят отдалить откуда ничего этого нет молчит 10 11 дней и потом уже выдает готовый такфир и на чем основана его такфир основана на его заключениях из этого видео из этого видео он сделал почему-то такое заключение потерянный рамазан не совпадает с сезонами поэтому надо их привязать к солнечному календарю и чтобы держать пост всегда в одно и то же время года как это делают людей и христиане это уже изначально подмена понятия на самом деле в клипе такого нету в клипе речь идет абсолютно о другом как же можно так рустам люди же не дураки они смотрели и мой клип они смотрят и твой клип в любое время можно открыть оба эти видео и сравнить о чем там идет речь там не там не говорится надо создать календар из 13 месяцев там не говорится приравнять к солнечному календарю и поститься как христиане и иудеи и христиане меня абсолютно не интересует солнечный календарь тоже не интересует 13 месяц тоже не интересует я могу повторить какие вопросы там были заданы и на на них были ответы первое пользовались ли тем же самым календарем которым пользуются сейчас христиане с кочующими месяцами во времена пророка у тебя на этот вопрос ответа нет ну по крайней мере в твоем видео ответа нет научный подход начинается именно с ответа на поставленные вопросы а у тебя почему-то начинается с изменения вопроса которые мы вообще не ставили в этом клипе я задаю еще раз тебя именно вот этот вопрос мне уже интересно меня с тобой это обсудить пользовались ли тем же самым календарем который сейчас с кочующими месяцами во время пророка вот за 23 года его посланнического периода они этим пользовались или нет у тебя нету ответа на это и второй вопрос справедливо ли справедливо ли то что северном полушарии люди постятся например 20 часов в сутки а в южном 8 справедливо ли соответствует ли это божественной справедливости у тебя ответ есть просто есть у тебя ответ справедливо или нет у тебя ответа нет но готовый такфир есть если это считаешь научным подходом то это не научный подход устал неужели ты не задумывался почему летом когда июле наступает рамазан по нынешнему календарю хиджри люди физически не не могут держать пост физически это в том клипе говорится что это слабость имана или аллах слишком многое требует от нас нет это не это не не слабый иман люди физически не выдерживают это сверху их физических возможностей еще работают целый день работают на поле это закономерный вполне естественно понятный вопрос справедливо ли если справедливо то скажи если не справедливо то скажи у тебя ни того ни другого нету зато есть такфир стиле папы римского почему следующий вопрос был почему никто из нас следующих нынешних мусульман я имею ввиду полторы миллиарда мусульман не пользуются этим календарем почему потом потому что на практике они не работают на практике они не работают когда посев когда сбор урожая как ты будешь планировать скажешь там рамазан нет не рамазан 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 сейчас весной ну скажем зульхада сегодня сделали зульхада через год 2 3 4 года зульхада видишь весной а плане запланировано осенние осенние дела эти же календари солнечные календари они же создавались после много сот летних опытов если одну минуту если одну секунду сделать неправильно через несколько веков будут уже отклонение уже в сутках ты говоришь 13 месяц это против аллаха а нынешний солнечный месяц по которым вы живете там в турции это по какому там тоже 12 месяцев там тоже остаются 11 дней разницы просто эти 11 дней разбросаны по месяцам и все через 32 месяца плюс один високосный месяц 33 месяца если посчитать количество дней то все равно бы выйдет одинаково на этот на эти вопросы у тебя ответов нету ты сразу это связал с внешними врагами иудеи нет даже иудеев да иудеи христиане почему всегда виноваты другие когда мы научимся спрашивать сначала самих себя у меня вопрос кто из иудеев изменил наш календарь кто из иудеев вмешался в наше религиозное учение если кто-то вмешался и ему удалось изменить куда смотрели столько ученых назови кто из иудеев и христиан когда изменил этот календарь у тебя на них ответа нету ты говоришь ты следуешь только курану я внимательно просмотрел твои видео там нашел несколько ты говоришь о испытаниях у пророка мухаммада что когда ему пришли и поставили свои условия отказаться от своей миссии хурана ты говоришь он сказал по положите солнце луну мне в одну руку и на другую я не откажусь красивая история но из какой суры ты это взял и номер а это тоже напомни потому что в куране мы этого не видим ты сам вначале говоришь вспомните из курана истории пророков начинаешь от иврагима и заканчивая мухаммада ты откуда это ты вспомнил или ты сам приписываешь свои же виденные где-то фильмах как часть курана если твои слушатели верить этому но я лично не верю густам это все ладно ты проводишь аят из хурана все вне контекста все ни один из них не относится ни к календарю не к рамазану не к посту последний аят суры али имран ты проводишь будьте стойки и так далее очень хороший мне нравится повторять про себя этот аят но сура али имран там нет этой темы зачем делать такие лоскут из аятов неужели тебе не страшно что манипулируя вот этими аятами придется отвечать в судный день ты говоришь кафиры ему нафиг и кафиры ему нафиг и кафиры ему нафиг и но потом говоришь о себе и вот мы я не знаю кто это с тобой мы вот игруш мы у нас маска лицемерие который тщательно скрываем если ты говоришь о себе что у вас маска лицемерие которую тщательно скрывайте то мне тут сказать нечего о себе человек лучше знает других но если сам говоришь о себе что маска лицемерие то зачем обвинять в лицемерии других у меня нет маска лицемерие если я говорю рустам то говорю это открыто если я прав или не прав я готов понести ответственность если я не прав то я готов принести извинения если я прав то я буду и дальше требовать разрешение этого вопроса ты говоришь они строили планы аллах строил и планы какие планы ты видел у меня какие планы можешь мне объяснить мог какие у меня мои планы ты можешь мне сказать откуда ты узнал какие у меня планы тебе что вахи принес или у вас в фонде сулеймания есть какие-то гадалки которые сидят и говорит кемалью дашь у него вот такие планы аллах тоже делает планы против них почему аяты о мекканских мушриках об иудеях о христианах о мунафиках седьмого века ты вот так вот берешь из контекста и обвиняешь конкретно сегодняшних людей вот меня лично кто тебе дал право и полномочия объявлять кого-то кафирами что ты стал муфтием или судьей или прокурором кто тебе дал такое право и полномочия когда у тебя начались вот эти полномочия папы римского объявлять вероотступниками и предостерегать других кто тебе дал предостерегать других слушать этого не слушать того предостерегайтесь будьте осторожны это кто тебе такие функции полицейского каждый волен выбирать все что он хочет и каждый будет отвечать за себя я скажу слушателям виделся с рустамом васиповым в стамбуле один раз виделись когда я в фонд сулеймания зашел первый раз меня там повели познакомиться об этом сказали вот тут у нас переводят и на русский сайт игру хотел бы познакомиться и рустам васипов у нас был короткий разговор там минут две три вот так я уже выходил кого ты называешь морской лицемерия вот этот фонд где вы работаете или кого-то других лишь мы забыли о бедных может вы там фонде сулеймания забыли о бедных но мы не забыли у нас постоянный призыв именно к этому делиться избытком с нуждающимися если у вас там фонде где-то какие-то проблемы не надо выводить эту проблему как общую беду за всю историю были люди которые следовали курану и не афишировали были люди которые толком и не умеют следовать курану где это говорят курану где-то говорят ходиса где-то говорят курану где-то говорят нас оба где-то говорят курану где-то сами собирают зрителей и ведут о опасности коронизма фон сулеймания проводил сбор я видел есть в интернете видео как там называется по турецкий куран джиллок то ли кассе об угрозе хуранизма а ты говоришь истинный хуранит если ты истинный хуранит как ты там работаешь или если ты прав если ты истинный хуранит то скажи сначала абдулазу баиндеру что истинный хуранизм вот так то так то нечего там страшать людей об опасности коронизма кстати оба баиндере в прошлый раз в в части когда я говорил о турецких авторах если помните я говорил о трех этапах первый этап красный свет второй этап это желтый цвет и третий этап и зеленый в первом этапе я упомянул абдулазиз баиндер абдулазиз баиндер это шеф начальник рустама васипов рустама васипов переводит его тексты на русский язык его тексты или его фонда его своих текстов мало рустама своих текстов мало своих исследований или своих выводов почти что нету и так я говорил что абдулазиз баиндер говорит что надо следовать курану но на самом деле они то ли из не знаю из из-за чего в общем где-то что-то смешивают говорят что их мат это не хуран что это что-то другое то ли хадисы от каких-то там мухамбисов и так далее в общем короче следовать курану у них что-то не получается и потом я упомянул имя хакка илмаз и в градации хакка илмаз в моем хит параде попал на строку выше чем баиндер и после этого видео арустам в спешке выпускает вот этот полного такфира обращения зачем обижаться за других я не сторонник не баиндера не илмаз да у них там есть много полезного есть очень хорошие выходы и у тебя тоже есть полезного особенно по против вот этих ширков против явных отступлений от ислама это полезные вещи ты делаешь но проблемы и каша начинается именно тогда когда начинаешь обвинять других мусульман которые тоже верует куран баиндер вышел говорит хакка илмаз может дальше и как он там говорит харькисин джианна магитме аква у каждого есть право отправляться в ад это абдулазис баиндер говорит про илмаз илмаз это человек который перевел куран на турецкий спрашивается почему это то же самое что такфир то же самое что рустам говорит про меня но у абдулазис баиндера хватило смелости назвать по имени а у рустама нет но это уже другая категория за что за то что хакка илмаз перевел слово салат как поддержка баиндер говорит нигде ни в одном словаре нет такого перевода откуда он взял что салат это поддержка откуда удивляется весь мир и говорит я бы хотел там встретиться там сделать дебаты но я чрезмерно знаменитый аширы мишур я даже по-турецки могу привести аширы мишур это чрезмерно знаменитая говорит чрезмерно знаменитый так что зачем мне пачкаться с каким-то акка илмаз но извините если не хочешь пачкаться акка илмаз зачем ты начал вот этот разговор ну ладно баиндер илмаз это не мои дядя и не мои брать родители они могут сами себя защитить зачем я говорю акка илмаз одним из первых перевел слова поддержка салат как поддержка все вышли против абдулаз баиндер объявил его место в аду но рустам ты приводишь аят салат не как баиндер а как отправляющийся в ад акка илмаз теперь официальная позиция вашего фонда какова если ба акка илмаз перевел салат как поддержка из-за это вы за так фили и его но ты сам на его сотрудник там работаешь у него под его руководством если ты перевел не как баиндер а как поддержка то твое место где у вас следовать курану не получается если следует курану то других людей которые тоже следует курану объявлять кафирами ну для этого надо быть настолько короткого ума чтобы понять этим мы позорим сами себя и так они грызутся между собой эти внутри себя эти внутри себя только курани там нет не оставалось только вот так вот грызться между собой зачем тебе так филить кого-то тебе что других дел нету тебе что там мало платит что и тебе это даст я не понимаю ты проводишь аят нас и и говорю что нас и это когда меняют месяцы откуда ты взял это это оттолкование из самого курана в самом куране нет такого откуда ты взял из тем же живая то лишь ты говоришь окна откуда ты будешь определять что это окна но если тебе потом подойдет для твоего такфира то это будет окна и будет принято наверное так я приведу из твоих же источников тут говорится о муж реках которые запретили пророку совершить хоть в мекку сказав что в этом году хоть отменяется на другой месяц и все и все там отменяется ним не месяц а само действие вот сейчас пандемия отменили чемпионат мира еще там в прошлом году отменили на к на когда на другой месяц вот это приноси применительно к хаджу никто календари не менял во время пророка сегодняшний хадж на хаджра календарь известно что после смерти посланника во время умара летоисчисления начали от хаджри поэтому называется календар хаджри это после пророка и тогда и тогда боль больше вероятности что вот эти нюансы не были учтены что со временем будут кочевать тупо вот взяли 12 месяцев ага тупо взяли 12 месяцев все не будем уподавляться иудеям там христианам или там кафиром но календарь же это не не кафирское дело это то же самое что земледелие связанное с естественным мирозданием надо мерить чтобы иначе получится сейчас вот никто этого не держится только сауде держится и все в интернете есть при исламе календар при исламе календар смотри пожалуйста на досуге если там месяцы и как они называются но самый главный вопрос который у тебя никогда не будет ответа почему радио когда был табук и почему радио когда был было сражение при армухе всегда летом проходит года они остаются летом почему почему конвертовые не дают смещение по по сезонам тогдашнего времени почему не можешь этого объяснить запретные месяцы ты говоришь запретные месяцы когда там сирия война там торговли о чем ты говоришь о чем ты говоришь какие запретные месяцы в сирии там в ираке в ирак напали американцы которые знать не знали про запретные месяцы именно в рамазан они напали или именно в курбан курбан байрам как в какой-то курбан байрам по моему повесили саддама они игра издеваются над нашей религии какие запретные месяцы в куране запретные месяцы запрет на охоту ладно я не буду загружать тебя вне вне сулимания информации я тебе скажу последний аят 6 суры 6 суры 96 аят почитай пожалуйста что там говорится о чем совал камара солнце и луну хусбена хусбена чтобы мире мерить время вот это установление аль-азиз аль-алим то есть аллаха аллах установил как мера времени ащамса вал камара по твоей философии получается только луна когда-то кто-то сделал луну лунный календарь без согласовки с законами мироздания с реальностью как это все движется и как это влияет на реальные жизни людей а вы слепо и тупо взялись за это и не хотите видеть что в реальной жизни это не работает не работает что думаешь полторы миллиарда людей сингапур индонезия где пакистан полностью мусульмане что там тоже иудеи и христиане их сбили что ли а в той же турции ниссан иудейский месяц тоже из иудейского календаря что их тоже каферы сбили с путей в реальности не работает надо задуматься почему так вот мы попытались задуматься задаться вопросом сразу первый же ответ как ни печально от тех которые утверждают что следует хурану такфир каферы и мунафы я много слышал такфира в свой адрес и твой такфир не первый и подозреваю что не последний не в этом дело можешь дальше такфирить если тебе от этого как-то приятно но спрос я все равно спрошу хотя мог бы вызвать на дебат обсудить и разрешить окончательно чтобы не остались вот эти вопросы не остались вот эти вопросы а вопросы остались если выйти и сказать этот кафер а этот мунафих это не детский сад чтобы дети из-за страха перед не будут дальше ничего делать никто не испугался а эти вопросы остались что за все 23 года пророчества когда отделали хоть когда делали соблюдали пост они соблюдали по тому колен календарю до хиджри до того до того календаря который сделано во время умара с этими с високосным месяцем а что пророк неправильно что ли делал эти вопросы остаются без ответа так что перестань такфирить у тебя нету таких полномочий если кто-то станет кафиром то за него в ад или в наказание тебя не заберут не переживай мы я лично о себе говорю мы просто-напросто ищем ответы на вопросы ответы на вопросы если у тебя есть ответы то пожалуйста поделись с нами а так так такфирить публично вот так вот огульно такфирить работает против тебя даже под твоим видео есть под твоим видео есть комментарии которые не согласны с тобой они приводят именно конкретные факты конкретные долины а в ответ у тебя нету никакого ответа просто лайки там сердечки и все разве это наушный подход если не не можешь ответить лучше не начинать рустам просто мой тебе дружеский совет и последнее я решил до кончить эту тему вот так вот на расстоянии у себя на канале кричать и герой стоять это не мой стиль давай создадим какой-нибудь на какой-нибудь платформе не то что дебаты не то что батлы я не хочу ни с кем воевать не с кем конфликтовать просто беседу попытаю мне интересно узнать ответ на этот вопрос так фириж не так фириж сейчас не это для меня важно вот по этому календарю потому что мы столько лет держали и держим пуст если получится что неправильно то надо найти правильно правильный рамазан чтобы впредь в будущем не не потерпеть убытый понимаешь отношения с тобой там меня для меня это не первые важности дела для меня важно найти ответы от на эти вопросы если у тебя есть конкретные вопросы то пожалуйста выйди на связь я готов обсудить с тобой хочешь на твоем канале я сделаю рекламу твоего канала причем бесплатно хочешь на моем канале можешь не делать рекламу хочешь в нейтральном у кого-то в другом месте тут карт-бланш у тебя какие поставишь условия с модератором без модератора без разницы главное для меня вот найти ответы на эти вопросы а если оставишь без ответа я заметил у тебя привычка начать что-то и потом скрыться и молчать и эти если здесь тоже самое будет то я не знаю что мне думать так оставим на на судный день наверно